короче, прежде чем начнется этот видос нужно ответить на несколько вопросов я прочитал комментарии под предыдущим видео, и это фейспалмище первое, самая главная претензия которую мы получаем бесконечно это, почему вы выпустили видео через год им доги, естественно, предполагают как, почему, да логично же, понятно они просто выпустили видео через год, чтобы дать возможность перекупу впарить кому-то эту тачку это вообще конец и второй момент, это, почему вы оживляете машины перекупом короче, вот специально для этих людей, вот отдельно надо пояснить этот момент, первое Александр не перекуп точнее, не так, да плевать даже если он перекуп, какая разница он не покупал эту машину не покупал вообще никак абсолютно, это не его Бентли он просто представитель владельца блин, как вы не слышите, короче смотрите, ситуация развивалась так да, в этой Бентли были перекупы перекупы, которые купили ее разбитой, со страховой площадки и после этого восстановили криво, косо и выставили на продажу на площадке Александра у Александра есть площадка, на которую люди могут выставлять машины на продажу именно так Александр столкнулся с этой Бентли, он ее не покупал себе он даже продажей ее не занимался она просто стояла на его площадке и купил ее человек из региона не перекуп, купил себе эту машину, на момент покупки и он точно знал, что он покупает он видел, что он приезжал с экспертом эксперт осмотрел эту машину сказал, что она была битая всем все было понятно то есть новый владелец из региона покупал эту машину, зная о том в каком она состоянии ну так вот, почему мы выпускаем это видео через год как я уже и сказал в первой части вы невнимательно слушайте, просто потому что у нас есть очередная последовательность выпусков видео, вот сейчас у нас уже в архиве лежит несколько видео, летних еще которые выйдут зимой, а может следующей весной только, ребят это не значит, что мы ждем, пока их продадут это значит, что Бентли это три огромных части, на монтаж у которых у Леши ушло два месяца блин, только на монтаж этих видео, семнадцать дней длилось оживление, семнадцать это, кстати, еще один плевок в сторону тех кто говорит, что вы воду какую-то снимаете, ребят, да вы воду не видели вы даже не представляете, там семнадцать дней по восемь тире десять часов четыре терабайта материала четыре терабайта и то, что вы видите, это очень-очень урезанная версия от всех тех событий которые там происходят, а это выжимка из того, что мы делали с этой машиной ой я должен был выигрываться это просто конец, короче, давайте начинать народ, всем привет ну что, сегодня у нас третья заключительная часть по Бентли и сразу говорю, если вы попали на это видео случайно и не смотрели предыдущие две то очень рекомендую начать с них иначе вы не поймете, что здесь происходит ссылки будут в описании и так в двух словах напомню о том, что было в предыдущих частях как вы помните, мы с этой Бентли полностью сняли мотор с коробкой разобрали коробку, залезли внутрь и не нашли там ничего, хоть сколько-нибудь значимого для того, чтобы эта машина не ехала то есть неисправность мы не увидели однако мы увидели, что у нее подклинивает клапан на маслонасосе устранили эту проблему и так же, помимо прочего, заранее на будущее поменяли местами некоторые стальноиды на гидроблоке так же, по окончании этой части вы помните, что машина у нас все равно не поехала и многие уже догадались, почему я точно знаю я видел комментарии комментарий звучит очень просто ребят, так чего вы ждете после вашей сборки для начала нужно провести гидравлическую адаптацию которая у вас не проходила и только потом делать выводы, помогли ли ваши действия или нет все понятно мы об этом тоже знали поэтому в этот же день в тот момент, когда закончилась предыдущая часть для нас день не закончился и мы решили заняться как раз этим подготовкой к гидравлической адаптации вы скажете, почему подготовкой? да все просто, после сборки Бентли по какой-то причине у нее начали молотить вентиляторы вентилятор молотит чего? вентилятор молотит разъем не подключенный какой-то вроде все подключены и нам было необходимо разобраться почему же они молотят потому что с неисправной системой охлаждения адаптацию провести точно не получится я включу зажигание пока? да ты хочешь ее почитать ланчугой? фары только вырубай да, хочу coolant pump B air in system air в смысле ооо что это такое? какая-то из помп говорит слава нам что у нас воздух в системе давайте сделаем попробуем то чего мы с Толей не делали смотри короче мы вот так подснимаем хомут подсовываем отвертку и смотрим, льется оттуда антифриз или воздух ну у нас сейчас воздух в системе явно оооо вот сейчас ты его брожал оооо оооо вот теперь я просто аккуратно аккуратно обожгу себе руки кипятком кто хочет обжечь себе руки кипятком аааа это еще не кипяток а сама помпа вообще холодная и по трубке помпы мега холодные я бы сказал ооо олег, знаешь что нужно сделать? положи свою руку вот на эту фигню на этот быстросъем как только я скажу ты его сразу выщелкиваешь ну скидываешь давление понял, да? если вдруг у меня что-то пойдет не так чтобы у нас не фонтан был а самотеком текло ты закричишь громко? дааа даже матом возможно ты не сможешь не услышать олег ладно ты же не умеешь тебе надо сначала научить я сейчас я тебе сейчас покажу если там будет горячее то он быстро научится я научусь сам а ты можешь меня ударить а я крик ну Слава ааа так секунду как там быстросъем да с другой стороны этой трубки быстросъем я просто выдерну его и все давай а вот стой теперь баланска подсними сняли с помпы передавили вот эту ааа да блян ты смеешься что ли Слава блин минус литр просто заталкивай шланг охренеть, а ты что сделал, просто пробку открыл? офигеть там полилось а полилось с помпой все, Олег, мы прокачали помпу ну пока мы, у нас самое долгое оживление было 2 месяца поэтому 13 дней фигня вспомни, Левин ну там же не каждый день но там тоже по дням, в общем, немало было и ты зря недооцениваешь, Левин пока не пришел Олег, мы из страны да потому даже, когда Олег появился, мы еще, блин сколько ковырялись с ним мы пока его доделывали туда-сюда 3000 GT, вспомни, блин жили с ней в обнимку я плакал, блин сцепление не хотел прокачивать или что-то там такое итак, короче сегодня день без славы унылые, печальные, как и все до этого сегодня наша задача разобраться с коробкой по итогу уже надоел этот мотор починить его система охлаждения и прочее и ура чиним сегодня коробку и едем кататься машина оказалась умнее нас с тобой, Олег обрати внимание вентилятор не работает знаешь почему? почему? потому что я поставил передний бампер я поставил дачу наружной температуры и все сразу а, ну так вот случилось нормально сейчас возьмем модис попробуем провести адаптацию ну что, поехали по стандартной процедуре которую мы тысячу раз делали вон, видишь, пинка отвешивает под конец она всегда отвешивает такого пинка инкоррект ли? абортит инкоррект ли? олегиус может быть, сейчас он скажет вам нужна гидравлическая адаптация да, и не проведет ее да так, жмем, готовы, далее комплит вот следующая, говорит автоматически запустится гидравлическая адаптация у нас такой один раз был нет, не запустится пошел в жопу, говорит здесь нужно на секундочку остановиться и пояснить что сама по себе адаптация коробки состоит из трех этапов первое, это у нас адаптация шифт-родсов то есть вилок переключения передач второе, это гидравлическая адаптация та самая, которая у нас никогда не проходила и третье, это адаптация сцеплений и важно, что эти адаптации нужно проводить по очереди то есть сначала идет шифт-родс потом гидравлик а потом сцепление и по-другому нельзя никак потому что того требует логика адаптации этой коробки так вот самое интересное что для того, чтобы провести гидравлическую адаптацию коробку необходимо прогреть до 65 градусов а сделать это очень сложно потому что в этой коробке теплообменник с антифризом двигателя открывается только на горячую она холодная, она прогревается снизу сама по себе а так как в ней практически отсутствует трение когда она стоит на паркинге и на нейтрале этот процесс может занимать огромное количество времени так, ну что, ждем 65 градусов и проводим гидравлическую адаптацию все убавляю свет далеких планет ждем 65 градусов все, гуляем 2 часа ой-ой-ой-ой-ой антифриз это у нас полный бачок ооо, реально, прикинь потеплел впервые за все это время неужели прокачался? и что там теперь? радиатор весь теплый неужели система охлаждения вся прокачалась? а почему такой уровень? потому что я бачок полный-то залил ну да по-моему, мы прогнали воздух впервые за все время патрубок стал теплым этот и вон тот, тот самый помнишь, который я говорил? это алюминиевая трубка тебе его пощупал, он тоже горячий тоже горячая везде антифриз идет впервые за все это время по-моему, мы получили полностью исправную систему охлаждения brightness ураааааа� добрались, наконец, до температуры я думал этого никогда не произойдет 64 градуса пока я запущу «Одис», наверное, будет 65 не нетерпением ждем что базовый уставок закончится так же, как всегда или что-нибудь новое увидим блин, я очень надеюсь на то, что она закончится неуспешно, но ошибки будут другие странный ты человек я надеюсь, что она закончится успешно и ошибок не будет вообще ну слабый, я понял, согласен да гудравлик адаптейшн ну, релеволт фаулт код короче, у тебя тут фаулт код и поэтому, говорит, я не буду даже начинать охренеть у нас сейчас проблема заключается в том, что вылезла ошибка которая звучит как нет связи с блоком управления межосевой блокировки вот слово в слово оно так и звучит и мы долгое время пытались понять, может быть мы забыли какой-то разъем подключитель или что-то, где этот блок но его нет в этой машине нет проводов, идущих к заднему редуктору нет проводов, идущих к переднему редуктору все разъемы подключены, все ништяк долго думали искали этот какой-то непонятный блок а потом шла в голову мысль, ведь эта ошибка выскакивает на тигуанах и гольфах когда у них возникает проблема с халдексом с муфтой полного привода а здесь как бы халдекс установлен внутри коробки появилась мысль, а что если мы что-то забыли подключить внутри коробки посмотрели на всякий случай все разъемы, которые есть в коробке по фотографиям и вспомнили, ну все мы их подключили тогда пришла в голову мысль а что если это именно то, чего мы и хотели то, чего мы и ждали что если такой эффект дало перемещение местами соленоида в гидроблоке тогда мы открыли мануал и в мануале посмотрели какой же соленоид отвечает за полный привод и оказалось что за полный привод отвечает электрический рулятор давления 7 полный привод вот он шестой вот этот отвечает за полный привод мы меняли все по очереди а что если посмотреть с каким мы, возможно, поменяли местами этот соленоид за что раньше он отвечал и посмотрели и предположили что, скорее всего, мы поменяли местами шестой и девятой вот эти, они одинаковые хорошо, допустим, если он неисправен то за что раньше отвечал девятый посмотрели и оказалось, что это электрический регулятор давления 4 если отмотать вниз то электрический регулятор давления EDS-4 управляет клапаном стояночного блокиратора во время его отключения дворосельным клапаном для регулировки побережного сечения потока при подаче давления в систему то есть раньше этот клапан отвечал за определенного рода давление в системе и плюс за блокиратор и сейчас пришла в голову мысль а что если этот соляной действительно неисправен и мы переместив его в другое место получили эту ошибку и сейчас для того чтобы убедиться в этом мы сделаем так мы опять поднимем машину опять сольем масло в какой раз с коробки, опять снимем поддон и посмотрим у нас все соленоиды подписаны если окажется что поменены местами вот этот 6 и вот этот 9 то это уже полпути к тому чтобы приговорить соленоид и мы снимем еще раз гидроблок и мы поменяем местами на этот раз 6 с каким то менее важным и опять соберем и опять зальем масло и опять попробуем провести адаптацию, и если ошибка по транс-аксел уйдет и появится еще какая-то новая то это будет говорить о том, что сто процентов дело вот в этом соленоиде офигеть блин, я охреней, если действительно делал это главное, что в чем бы дела не было найти этот соленоид отдельно все равно это все равно замена гидроблока ну мы с тобой с таким воодушевлением это все сейчас рассказывали, обсуждали до этого и рассказывали на камеру что, скорее всего, дело точно не в этом но все это пойдет на хрен, если окажется, что соленоиды менялись в другой последовательности я перехвачусь, Олег когда у тебя будет прям фул смотри, ни одной капли не уйдет была капля мимо, но я поймал ее в свою бутылку неужели на четырнадцатый день появилась надежда? ну и сейчас она рухнет, если окажется, что мы меняли другой последователь если еще не надо да, девятый стоит здесь, Олег погоди секунду, правильно ли я понимаю девятый стоит нет, не здесь вот он, полный привод и это пятый пятый на полном приводе стоит слушай, ну на дне полно микро стружки, Олег слышь? стружки полно прям на дне смотри куча микроалюминиевой стружки стружка, которая появилась после нашего вмешательства интересно ну я думаю, я представляю себе откуда что допустим когда мы засовывали вытаскивали сцепу вот по корзине елозили одно только это ее там царапало короче, та самая наша великолепная версия не особо сработала потому что от клапана отвечаешь за сцепление один переместился на полный привод тоже отчасти может быть но менее вероятно потому что мы надеялись на четвертый это называется тропический душ да сейчас я короче откручиваю и ты бросаешь ладно? хорошо, так и сделаем только прям это с хрустом бросай да тебе подмышки еще не течет? пока нет сейчас начнет, не переживай я не переживаю оптимальное условие для работы обожаю бентли спасибо тебе большое баланска если ты думаешь, что ты сразу от него избавишься нет мне же нужно будет еще его под него подготовить на столе местечко а, ты раньше этого не сделал, да? а когда б я успел, Олег? ну я не знаю, утром, например я уже не знал, что мы будем сюда лезть какой-то непредусмотрительный, Ильдар Олег, держи пока да куда же я денусь-то? ладно, я потом найду оп класс минус соленоид? нет это был соленоид? это был соленоид блин блин два соленоида я такой уже разбирал, Олег ты не парься как думаю пуп пожалуйста, Олег а упал-то не еще в обилках его повалять а это второй же, а еще один тут ведре соленоиды Бентли? а я тогда это тоже сполоснусь по крайней мере не в опилках слушай, ну зато это оба тех, которые у нас и вызывали подозрения так что не переживайте да, конечно теперь они точно не нормальные что, этот ролик-видос выходит на канале Дармоядов, да? да-да, еще нам попеть надо и что-нибудь подурачиться, и нормас будет это точно не Феррари, Олег? ни разу на самом деле, я в душе был очень рад ошибке по муфте потому что это говорит о том, что возможно мы были правы и проблема находится в соленоиде в каком-то из них и поменяв их местами мы бы ошибку перекинули с одного места на другое то есть то, что изначально и планировали поэтому сейчас дело за малым необходимо залезть в коробку поменять еще раз местами соленоиды ведь мы точно знаем, какое отвечает за это сцепление и если ошибка опять перепрыгнет дальше значит 100% проблемы в соленоиде что-то модно, что-то выходит из моды, а что-то вечно бентли то ли, хочешь поработать гужевой силой? смотри, я тебе даю его в руки так, как его надо будет держать Олег, ты нам не нужен уже хорошо? о, хотел спросить про огнетушитель, а он уже там, все нормально нормально, огнетушитель тоже погреть? Олег, ты грей в одной точке, что ты там размалываешь? я реально фигней занимаюсь теплее ему становится, конечно просто для адаптации нужно 65 градусов а она набирает его примерно за полтора часа если кто-то из вас надеется, что сейчас бентли поедет, то вы прям странные люди, серьезно но если сейчас уйдет ошибка по транзакциям любая другая то дело в соленоидах вот я удивлюсь, если это так ну да, схренали бы соленоиду сдохнуть вот так-то Олег, почему ты начинаешь это говорить после того, как мы сделали всю работу уже Олег, это что за инсинуации как-то с твоей стороны? в смысле? ты такой сначала ты нас поддерживаешь а в последний момент сливаешься и начинаешь говорить, что ты вообще в принципе не считал, что дело может быть в этом ну, у меня просто перестало все получаться у меня не вышло вскипятить масло и я решил, что остальное тоже не выйдет я скоро, знаешь, смогу выступать на скорость замена масла в коробке 8DT с фильтром и прокладкой я сделаю это быстрее всех на планете я не знаю, как можно быстрее, чем это чем я сейчас это делаю в принципе прокладка многоразовая уже Кирюха варит масло Толян с кальяном сидит рядом классно же, прекрасная вечеринка, я считаю если ваше на такое не похоже даже не пытайтесь пригласить наверное наверно в следующей жизни когда я стану кошкой на-на на-на наверно в следующей жизни ты думаешь, если ты под эту фигню сметешь то там незаметно будет что-то? конечно, я прячу да, конечно сложно но еще возможно ну давай сначала ту, что побольше ты осторожнее с ней она прям по горлышку ладно блин, АТФ-то сильно при разогреве расширяется итак это было официально самое быстрое снятие гидроблока и Бентли поехала вниз чтобы завестись прогреться и показать нам кучу новых ошибок блин, я пойду помою руки прежде чем вообще подходить к этой Бентли надо всегда помыть руки О! Слава приехал офигеть мне не надо а ты даже не знаешь, какая она вкусная а мне пофиг, я не могу, мне нельзя а что это вообще такое? был офигел давай, Бентли от винта блин, ключевой момент ошибка по долбаной муфте уйдет или нет ошибка транзакциал осталась но она была активной этого стоило ожидать ну а это и ладно она могла знаешь как нет, осталась та же ошибка вывод это не соленоиды блин но это прям больно как вы понимаете перемещение соленоидов не дало никакого положительного эффекта и это на самом деле жесть потому что до того как мы залезли в коробку этой ошибки не было и вот мы сейчас сидим и думаем а может быть именно мы в тот момент когда залезли в коробку что-то там не подключили или собрали неправильно из-за чего у нас появилась еще одна ошибка то есть по хорошему мы сделали хуже чем было до этого и вот это вот жесть блок управления блокировки межколесного дифференциала нет связи да что это за ошибка то вообще короче у меня появилась идея снимаем снимаем кузов почти а что если логика в этом во всем такая из-за появления ошибки во втором блоке двигателя по датчику массового расхода воздуха АБС принимает неверные данные от двигателя он так и пишет приняты неверные данные от блока двигателя и коробка от АБСа неправильные данные о нагрузке и от двигателя тоже принимает и поэтому она пишет блок управления полного привода это АБС короче давай попробуем собрать обратно теоретически для блока АБС и для блока коробки важно получать сигналы с датчика массового расхода воздуха потому что по ним рассчитывается нагрузка на двигатель и если у нас вдруг такая тема здесь то это конечно будет дичь это получится, что мы зря второй раз в коробку полезли Олег ты это понимаешь? да просто помню, что на Б5 пассате из-за ДМРВ можно было коробку поменять люди так и делали у них из-за ДМРВ коробка при включении драйва могла такого пинка отвесить и во время работы при переключениях пинаться и люди такие все приезжали в сервис и говорят все, коробку в ремонт они ремонтируют коробку а потом ничего не меняется а потом просто меняют ДМРВ и у них все в порядке в коробке нет ошибок из коробки просто ушли ошибки что, починил? из коробки ушли все ошибки после подключения ДМРВ гениально сейчас драйв и поехала вряд ли она поедет сейчас но по крайней мере ошибок в ней больше нет да я, пожалуйста, закрою дверь и попробую нажать драйв нет, ехать она не начала но по крайней мере можно делать адаптации как в коробке может висеть ошибка по блоку управления раздаткой из-за датчика массового расхода воздуха как? ну нахрен ну нахрен то есть мы могли давно попытаться провести адаптацию 51 градус пусть греется это просто цирк какой-то нахрен нахрен мы снимали нахрена это все было из-за долбанной ошибки нет связи с блоком управления блокировкой межосевого дифференциала в коробке из-за того что в блоке двигателя 2 висела ошибка по датчику массового расхода блин воздуха да вообще это просто просто это как у тебя перегорела лампочка в фонаре а у тебя ошибка блин по панорамной крыше или я не знаю по тормозным колодкам вообще просто я не понимаю и как наступает самый важный момент наконец мы можем перейти к адаптации коробки однако прежде чем это сделать мы решили собрать абсолютно все в этой бентли чтобы ничто не могло нам помешать это сделать потому что мы научены горьким опытом уже знаем что если ты не подключил даже температуру у тебя постоянно молотят вентиляторы а если ты блин ДМРВ не поставил у тебя ошибка по муфте в коробке это просто фейспалм и чтобы в будущем такого не допустить мы решили собрать абсолютно все в этой машине подключить абсолютно все разъемы и только после этого перейти к той самой адаптации коробки бла-бла-бла бла-бла 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 это с аферой ознакомливается бла-бла 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 все окей это когда кредитный договор подписываешь так же время пол первого ночи температура достигнута и мы наконец перешли к тому ради чего сегодня собрались адаптация запущена сейчас посмотрим, пройдет эта коробка адаптацию или нет ну, кстати, она сейчас больше, щелкает как будто не один-два раз это тебе кажется, Слав все собрались здесь, давайте 74 процента давай, шифт ротс я не верю если шифт ротс сейчас не пройдут значит дело в соленоиде а если пройдут, значит все, что мы сделали с тобой, Олег зря угу итак, ключевой момент фидишит коррект ли жми доны следующий раньше на 87 процентах она подыхала сейчас ты ожидаешь этого раньше? сейчас я ожидаю, что этого не произойдет, она садаптирует и скажет а теперь поехали 62 процента помни, Олег 87, наше несчастливое число 81 пожалуйста пожалуйста блин те, кто смотрит видео, знают, получилось у нас или нет 84 потому что если это конец ролика, значит получилось давай, сволочь 84 84, пожалуйста давай 87, пожалуйста пожалуйста, блин 105 108 очень плохо 111 114 114 блин, надо вырубать 127 127 градусов давай я вентилятор еще включу дополнительно сверху блин, откройте ворота, пожалуйста по максимуму вообще блин, мы машину чуть не перегрели так ты остановил тест? да, выбора нет ну не остановил, а как бы убрал педали, но она уже ушла в этот в отказ блин, ну вот дальше нам не продраться без решения вопроса с охлаждаловым короче, прикол в чем я до этого налил полный бачок и у нас все заработало и вот здесь вот уровень упал только когда ты заглушил а так он горло подходил я предлагаю пока у нас есть возможность выгнать машину на улицу там при наружной температуре я думаю, она не сможет так прогреться вот так выглядит адаптация коробки на Бентли еще нужно в бубен стучать да, нейтралик адаптейшн пожалуйста мы все для тебя сделали, Бентли пожалуйста даже зимой дождались 18% я делаю все, что могу жму педали со всей силы я их могу даже начать крутить если если это поможет тогда поедешь 40% сразу время час ночи чем вы занимаетесь в час ночи 15 ноября? у меня уже голос вернулся ну правильно следующий день уже да-да он у меня каждый день только под вечер садится а уже в полночь обнулился, все нормально как полагается давай 87 надо дождаться и потом можно прерывать да вот сейчас самый опасный момент хана 81% 2401 оборотов 81% 2409 84% температура не растет давай, пожалуйста 2386 почему он скинул так обороты? 87 87 87, пожалуйста вот они, 87 пожалуйста давай, детка ну, детка какая пожалуйста, давай 87% 88, давай ну, ну давай 87% пожалуйста шагни вперед хоть чуть-чуть, блин ну почему 87-то держится? ну просто это так длится 5 минут 87% 91 91 91, мать твою 91, мать твою ни разу такого не было и вот опять пожалуйста пожалуйста, блин 91% давай давай блин я, блин, не верю в это 91, давай, пожалуйста ну это уже больше чем 87 на целых 4 да как будет 95 я говорю, это долгий процесс вот этот вот давай, пожалуйста 94 надо было каждаться морозом 94 94 94 94 я сейчас педали продавлю сквозь пол 94 долбаных процентов пожалуйста, нет только нет 97 97 97 91 11 3 100 11 но есть, прошло все, температура падает и температура упала охренеть все, successfully, все no calibration required finish correctly, блин все, самое главное, успела, прикинь все успела все отлично прошло press done to continue теперь, говорит, клатч давай давай теперь клатч 7 минут еще, давай подождем пусть остынет при чем, реально, вот нарочно не придумаешь в этот момент, прям дрызнул охренеть, вообще секунду в секунду успели вообще гениально, просто, да главное, что мы прошли ее было бы минус 10 было бы нормально за все это время пишет адаптация сцеплений займет 7 минут и типа, нажмите педаль тормоза ни разу до этого этого не было ну готово, поехали все, поехали впервые пошла адаптация сцеплений впервые за все это время я, блин, не верю в это, Толя я не верю в это нахрен антифризом воняет жестко мне пофиг, я разберусь с системой охлаждения пожалуйста, блин поедь я не про, я все сделаю пожалуйста, просто поедь и больше ничего не нужно обороты 600 а, она сейчас, я понял, она сцепу подводит поэтому обороты падают она, короче, ловит сцепу точке касания так получается, что она поедет? я не знаю, Слава я не знаю, никто не знает но впервые за все это время у нас началась адаптация долбанных сцеплений только, пожалуйста, не поднимай обороты до 2500, ладно? и ноги не шевели ты там самые долгие 7 минут самые долгие 7 минут в жизни, Слава самые долгие ни одно оживление я так не хотел, чтобы закончилось как вот это закончилось успешно 87 да, 87 о, дергается 105 градусов 105 ну ты же не можешь себя так поступить, да? помогает? 94, 105, 94, 105 оооооо! отпустите педаль тормоза отпустил готово далее 90 градусов финиш коррект ли все мэтт все саксэсфули три пункта свитч и гнишен офф пожалуйста прошу вас прочувствовать этот момент ну че момент истины ребята я запускаю эту бэнкли даже сказал не завожу а запускаю и своим ходом заезжаю туда правильно давай конечно сейчас было бы классно если бы мотор вклинил отпустил ручник втыкаю драйв отпускаю тормоз и еду охренеть давай толкать его блин я не поеду в сервис я поеду кататься охренеть охренеть нахрен блин бантер не вывалится да я не буду ехать нахрен блин елки-моталки чертова бентли олег олег я никогда не был так счастлив толя иди сюда тоже толя блин охренеть она просто взяла и поехала назад 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 вот назад ехал слава смотри нам водителям бентли охренеть что вперед что назад охренеть она просто берет и едет вторая передача есть охренеть оно заработало охренеть вот так в пол второго ночи пятнадцатого ноября случилось то чего никто никогда не ждал чудо это реально чудо блин даже чудище жеесть я не знаю у меня силы все закончились уже у меня даже эмоций просто нет никаких она просто взяла и поехала блин охренеть я не верил блин своим ходом я никогда в жизни не радовался так что такая дорогущая машина которая очевидно должна всегда ездить поедет слушай ну тогда завтра съемочный день баладской не выходной завтра будем с антифризом разбираться охренеть баладская остался сегодня здесь только потому что завтра должен был быть выходной слава ну че ты не зря сюда приехал сегодня очень не зря я бы охренеть я бы себя за жопу кусал бы блин у меня чуйка как будто а я тебе говорил давай да пожалуйста слава давайте уберем вот эту штуку штаны порвал блин еще слава от счастья штаны порвал че теперь надо теорию натягивать 14 дней да баладская 14 дней 14 дней короче коробку мы не зря снимали абсолютно вот это точно не зря мы не зря снимали коробку и гидроблок вот сегодня мы зря снимали че будешь теорию объяснять савона глобус чтобы удобно натягивать было силикон там вот этот не прожимающийся клапан какие то именно я не знаю вот давайте так на данный момент надо короче вести я не знаю что конкретно но она не проходила сколько раз мы не пытались и это было не связано ни с температурой ни с чем она не проходила мы разобрали продули промыли залезли все прочистили и это дало результат я не знаю что именно где там было но с момента как мы ее поставили сюда мы же ни разу не смогли провести адаптацию потому что мы разбирались с антифризом для чего сняли долбаные патрубки из-за чего у нас висела ошибка и она не запускалась и только сейчас когда мы поставили обратно МРВ впервые сейчас мы провели после сборки эту адаптацию то есть по факту ее починило что-то находящиеся между тем моментом когда мы начали снимать двигатель с коробкой и вот текущий момент нет я считаю что все таки в коробке коробку то что мы да я считаю тоже что мы в коробке мы там мы там были клапан он не прожимался я его прожимал никто не ну в любом случае то есть мы ни разу не пытались это увидеть ну как сказать у нас не было шанса это увидеть до этого угу да вот может быть она если бы мы не снимались сегодня с тобой гидроблок она бы так же прошла может быть да вполне может быть только в любом случае наоборот да сегодня мы чего-то там тоже поменяли хрен его знать теперь мы уже этого не узнавем никогда самое главное но я ставлю скорее да на вашу работу еще момент в чем сегодня когда мы снимали поддон там была стружка может быть мы туда залезли промыли она же вся стекла и, возможно, ее вымыло откуда-то, возможно, именно эта стружка мешала работать просто ее вымыло откуда-то после того, как мы залезли знаешь, почему я в этом универе, скорее всего, помнишь когда мы забивали эту крышку, заглядывал эндоскопом, ты говорил, вот волосинка какая-то, скорее всего, вот это и было а остатки размолотило уже потом так что было причиной-то ну, клапан получается, это единственная вещь, которую вы видели, ну, хоть или может быть что-то в гидроблоке еще раз, даже когда мы первый раз сняли гидроблок до снятия мотора коробки мы там вроде ничего не обнаружили но мы же его весь продули, промыли и если там что-то было, мы просто этого могли не увидеть, короче, залезание в коробку было решающее, потому что до этого она не проходила ее 10 раз пытались, не проходила после этого она ее прошла я думаю, я думаю очень может быть, что при аварии она же еще работала какое-то время, и у тебя получается, даже по инерции, даже если она в этот момент там отстрелила первый патрон заглохла, она крутила, то есть у тебя часто бывает даже мотор с сбитой тачки у тебя имеет какие-то задиры именно при ударе возникшие оно могло забить гидроблок и в последующем, когда ее запустили у тебя что-то где-то попало из-за этого она могла, например ну, способствовало тому, что слетела адаптация гидравлическая даже элементарно, вот этот клапан мог просто подзакусить этот клапан да, вот подзакусить его могло потому что я его пальцем прожимал, а не прожимал да, короче, там было так, что мы сначала вот это вот, пытаемся прожать, он не прожимается тогда это 100 пудов, это оно ну, 100 пудов, не 100 пудов, но когда, да это вот единственное, что мы нашли внутри коробки 14 дней так много взлетов и падений по эмоциям и самое главное, вот, ладно взлеты я каждый день я уже отчаялся, на самом деле я каждый день домой возвращаюсь у меня жена такая не получилось я говорю, нет, я говорю, меня это бесит уже я уже не знаю, что делать, просто нет, нет, нет охренеть блин, у меня иногда друзья спрашивают, типа нахрена ты на эти оживления ездишь, что там такого вот, вот ради таких моментов вообще конец согласись да, да, я согласен полностью мне тоже самое, мне жена спрашивает и говорит, блин, вот ты же, вот нахрен тебе по локоть в грязи ковыряться в каких-то помойках я понимаю, что это не помойка, но бывает бывает мы ковыряемся в таком откровенном шлочине в какой-нибудь я говорю это личные победы никто не сможет мы сможем всегда вот это цель бентли 19 года цель ура, наконец-то это случилось да, бентли поехала и адаптация прошла я вот сейчас сразу предвижу комментарии которые будут писать да все понятно вся проблема была в том, что вам просто надо было выгнать машину на улицу, потому что в сервисе она у вас перегревалась и не успевала пройти адаптацию нет, ребят мы проводили эту адаптацию раз десять не все они попали в видео и мы пробовали ее и до этого выгонять на улицу пробовали охлаждать адаптация всегда прерывалась на 84% независимо ни от чего а в этот раз она прошла поэтому, да именно наше вмешательство в коробку в ее механическую часть и дало этот результат но это все не важно важно, что нам после всех этих событий естественно очень хотелось прокатиться на этой машине однако прежде чем это сделать необходимо было установить остальные проблемы которые как бы никуда не делись итак сегодня очень важный день и сегодня для каждого из нас троих есть работа я говорю троих но вы видите только двоих я никогда не перестану это делать Олег опять опаздывает ладно, окей ерунда в общем нужно просто тупо собирать всю морду машины моя задача сегодня такая надо разобраться с пневмоподвеской то есть мы вчера ковырялись и пришли к тому что у нас ошибка по компрессору висит наверное не просто так возможно это последствия работы Максима Диагноста я не знаю может быть что-то еще в общем без электросхем ведь их нет на эту машину у меня я буду сейчас прозванивать датчик температуры на компрессоре смотреть идет ли он в блок и пытаться что-то сделать я не знаю что можно сделать ну что ты, Бенки ну что ты была же нормальной рука так поехали разъем на датчик температуры разъем выглядит целым имеет три провода как примерять датчик температуры вообще непонятно что между чем и чем надо мерить ты же обычно Ильдара снимал с ним сложнее да там надо все снимать аккуратно у меня даже можно вырубить петличку никто не заметит блин не надо говорить мне про петлички пойду проверять ну 23 Ом блин ну я не знаю по какому принципу работает датчик температуры но 23 Ом это прям космос как много с каких пор Слав ты меня начал подкалывать блин Слав я бы кстати очень рад если бы я балацко троллил я бы точно это так просто не оставил так я и не оставлю что есть? да да а как ты проверяешь? ну я смотрю на дорожки и? я бы на том месте еще раз пересмотрел нет это так уж не работает на ближайшие 15 минут я спокоен так проверяешь да? ну я посмотрел звук пишется а пишется тогда мне можно включать а почему это так? так я с утра забыл подключить ну я уже час как не разговариваю блин что за троллинг увидишь как в небо уходят корабли под закат торжественно печален летим высоко мы на другой планете мир звезд и облаков вообще тема с подвеской этой бентли это просто жесть как вы помните в первый день когда мы приехали к этой машине мы отключились с диагностическим прибором и увидели странную ошибку которая звучала как новая инсталляция блока после этого мы поняли что блок точно не менялся и он точно принадлежит этой машине и далее когда мы связывались с гергусом тот также подтвердил что у вас стоит странный блок с буквами на конце БГ который не может стоять на этой машине и тем не менее для того чтобы получить хоть какой-то результат я решил этот блок закодировать я нашел кодировку как ни странно предложил ее лаунч зашил ее в этот блок и получил очень интересную ошибку которая звучала как обрыв цепи датчика температуры компрессора пневмоподвески я начал лазить искать проверять всю проводку снял компрессор разобрал его весь все посмотрел и убедился в том что датчика температуры в этом компрессоре в принципе нет и вот тогда именно это и натолкнуло меня на мысль провести небольшое расследование так вот смотрите с завода на эту Бентли был установлен блок управления шасси 74 который заканчивался на буквы АН именно этот блок ставился на нее и на ней должен работать после этого кто-то в какой-то момент решил этот блок перепрошить но дело в том что в свободном доступе прошивку АН или АЕ который подходит этому блоку найти невозможно мы пытались сами и нигде ее нет однако в интернете есть точно такая же прошивка у которой на конце нет никаких букв и самое интересное что если этой прошивкой найденной в интернете прошить 74 блок Бентли то она начинает определять его как те же самые цифры и на конце БГ чтобы вы понимали как я убедился в том что это возможно я сам его еще раз перепрошил то есть мы нашли все мы нашли что именно произошло с машиной как именно это произошло какой прошивкой перепрошили этот блок но самое главное мы не поняли кто это сделал и у меня есть подозрение что это сделал тот самый протыкатель проводов ну да ладно это уже остается за скобками не суть важно самое главное что для этой Бентли теперь есть огромная проблема все дело в том что ты не можешь просто так взять и найти эту прошивку и ей перепрошить этот блок и поэтому единственный нормальный адекватный вариант в данной ситуации это замена блока и такой блок, чтобы вы понимали стоит примерно 80 тысяч рублей бэушный и это еще не так дорого для этой бэнтли просто потому что нет прошивки вы скажете, окей, а дилер неужели не может этого сделать даже дилер не сможет этого сделать потому что при диагностике СВМ, система проверки ПО будет говорить о том, что установлен неправильный блок для того, чтобы у тебя прошло обновление блока тебе необходимо систему убедить в том, что у тебя в автомобиле все стоковое и эта перепрошивка требуется потому что только так работают оригинальные системы не суть важна главное, что мы не можем нигде найти прошивку АН или АЕ и так же не мог это сделать предыдущий перепрошиватель и мы не можем поэтому никак этот блок перепрошить смотри, мы точно знаем, что у нас в 74 блоке слетела кодировка это было, факт, все на нули и я такой думаю, блин, возможно кто-то ковырялся возможно что-то еще, помнишь? я все, короче, ну, мы все по этому поводу думали а знаешь, что? поездка вот в тот самый сервис когда мы параметрию с этого блока смотрели в Бентли, в разбитой без двери там точно так же была слетевшая кодировка в 74 блоке и точно так же при опросе Одисом он мне говорил роллы, почему у тебя не прописаны роллы один в один то есть так же нули, да? да, и новая инсталляция то есть она слетает в какой-то момент что у той Бентли, что у этой, по одной причине то есть, либо какой-то блок не ответил либо при срабатывании условных подушек, еще чего-то короче, она слетает по какой-то причине и там, и здесь посмотрите на слезы Славы Слава просто рыдает, потому что сегодня весь день Слава занимался кузовным ремонтом по лайту натягивал морду этой Бентли здесь все настолько не сходится здесь все настолько через задницу что даже поставив эту решетку здесь бампер торчит здесь внутри все кривое-косое капот, когда закрываешь, он упирается в крыло вот здесь просто жесть какая-то смотри, просто в крыло упирает причем я его оттянул еще от крыла вообще жесть, это просто жесть решетка по феншую, Слав на стяжках должна быть вот помимо всего прочего, есть еще одна тема, которую мы все-таки можем сделать хотя, на мой взгляд, это может быть бессмысленным просто потому что, судя по тому, что Александр Градьевич, что он все-таки поедет в кузовной но, чисто ради эксперимента и для себя я хочу это попробовать вы не знаете, но вчера в 2 часа 36 минут ночи я написал Кирюхе и попросил его купить одну штуку как мы уже предполагаем антифриз в эту машину загоняется под давлением правильно? чтобы исключить воздушные пробки не под вакуумом и вот именно так, я вчера начал изучать этот момент и узнал, что оказывается есть диаметрально противоположная опция такая, как выкачивание полностью воздуха из системы охлаждения и после этого загон туда антифриза то есть, отсутствие воздуха создается вакуум и загоняется антифриз и такое оборудование в 100 тысяч раз дешевле чем оборудование, которое загоняет под давлением и Кирюх его купил и все это время вот здесь вот и вот здесь вот лежит вот такая неприметная коробочка вакуум ведро вакуума да, вот такая неприметная коробочка которая должна помочь нам решить этот вопрос это вакуумный прогонщик или не знаю, как по-другому системы охлаждения один важный момент я ни разу в жизни не пользовался этим прибором я не знаю, как и поэтому на всякий случай я у Кирюхи уточнил есть ли у нас 12 литров антифриза потому что именно такой заправочный объем здесь и возможно, когда мы сейчас будем выкачивать оттуда воздух то мы выкачаем оттуда и антифриз, который там есть вряд ли там останется антифриз в вакууме вакууме я бы на это посмотрел ну ладно так, и что Весь, Слава, ты переживал ну да что-то сраного цвета, конечно потому что тут смесь десяти разных антифризов ну что, втыкаю? да, ну погоди можно я потрубок на место закину? Олег самое интересное решил замутить всем интересно, как работает система всем же интересно? да не особо Слава перестань нам же как раз заняться нечем было ну, это классная тема, Слав вот мы и банально нам привезут резину мы поехали даже не сможем, у нас машина кипит почему же мы не сделали этого раньше? ну то есть почему мы вообще не разобрались с темой охлаждения до того, как начали адаптировать коробку потому что до того, как машина не была починена до того, как она не поехала до того, как она не поехала кучу дел делать не было никакого смысла а вот сейчас, после того, как она поехала имеет смысл этим заниматься итак срань чпокнута она сейчас вычпокнется обратно ну ее закрутить же надо зафиксировал зарефиксировал теперь теперь вот это вот это и внимание, Слава нам нужна емкость сюда воздух сюда ошметки надеюсь, что физика позволит ему идти вверх а давай прямо через нос засунем вот вот теперь вставляем сюда и догоняем антифриз и так антифриз полетел прикольно прикольно работает охренеть нам технологии, блин так, Олег, иди за руль управления когда я тебе скажу стоп стоп только держите, чтобы воздух не хапнул я схожу за антифризм в общем меня радует то, что постоянно узнаешь что-то новое кто-то возможно сейчас фейспалм пробьет скажет, да блин, я это знал тысячу лет назад но вот я узнал только сейчас летс го шик и цвет поменял все, перестало вроде тянуть а в чем полный не наполнился так вышло мне интересно сработало так, да, щелки вот, мне тоже интересно всем интересно, как работает система всем же интересно да не особо Слава перестань так как опоздавшему Олегу в начале дня не было выдано задание в тот момент, когда он приехал ему пришлось самому определяться чем заниматься и он решил помочь Славе в сборке Бентли а именно перекрутить тот самый злосчастный подкрылок про который говорил Александр в первый день и неудивительно что он обнаружил то самое место про которое говорил Александр куда якобы они вкрутили саморез и почему они думали что в принципе не едет коробка вот он этот провод вот он идет и он не дает встать здесь под крылку вот он его зажимает поэтому они взяли этот провод и сделали его вот так вот так после чего вот сюда вот подогнали и вот сюда вкрутили саморез здесь вот он вышел и якобы ткнулся вот в эту вот гафру на самом деле на гафре никакого следа нет так что я думаю что это все они перебдели ну и собственно все я думаю что в принципе с бентли мы закончили но я не вижу смысла дальше тратить еще дни недели и страданиями делать ту работу которую может сделать дилер быстро и безболезненно главное что вот с коробкой вряд ли бы дилер разобрался он бы сказал давайте поменяем коробку и так наконец-то это свершилось все вся машина собрана система охлаждения прокачана и наконец-то мы можем сделать то ради чего мы так долго страдали а именно прокатиться на этой бентли подъезжаю я сейчас к магазину ярче замечательная история так замечательная история подъезжаю сейчас к магазину ярче подходит чел говорит а вы же Олег я говорю да он говорит а вы нам говорит делали 3000 gt машину нифига себе так это мы даже не знаем что Олег оказывается кому-то 3000 gt сделал Виктория ну типа девушки Виктории так вот я говорю и что он говорит поломалась основа что-то говорит вентиляторы включаются отлично скажи а я же вам дал пожизненную гарантию теперь приезжайте нет я сказал пишите Ильдару ё-моё Олег зачем ну как зачем у тебя же мало в личке люди пишут да мы заканчиваем работу по этой бентли то есть обсудили с Александром он будет заниматься ее кузовней будет заниматься всем остальным что нужно делать на дилере будет менять масло в коробке поэтому уровень масла в коробке скорее всего мы выставлять не будем по итогу продавили Александра заказали новую прокладку поддона новый масляный фильтр и заказали масло не оригинальное но по крайней мере которое кросится с тем как хорошо что всего три пункта заказали не четыре у тебя бы иначе кофе упал ну я буду вот так вот сделать и сказать заказали еще колеса вот они стоят я предлагаю сейчас на старом масле на том, которое было до этого прокатиться полностью все проверить что она переключится до восьмой передачи что все у нее замечательно хорошо а уже только после этого заливать новое масло ставить новую прокладку фильтр и окончательно закрывать вопрос с коробкой кто из вас двоих хочет прокатиться? со мной Олег выбор сделан слабо благородно уступил себе этот момент итак впервые в истории концерна Бентли их детище выезжает своим ходом сейчас нам нужно проехаться про всем передачам с первой по восьмую увидеть, что она их четко переключает и вверх и вниз и на этом пока достаточно потому что у нас еще будет замена масла и после этого как бы не пришлось сделать еще раз гидравлическую адаптацию потому что при замене масла в теоретической теории по Одису это надо делать ну че, Бентли давай, детка первый выезд за сто тысяч лет сделай его красиво можно я только руль подвину вот так ну че ты едешь на одной из самых дорогих машин на планете Земля звукоизоляция здесь замечательно ух ты прикольно так а, ты подтянул ремень? да, да, да ремень подтянулся давай, М4 пятую пять шесть блиин офигеть она плавает семь давай, детка давай восьмую восемь все все восемь есть ой-ой-ой как страшно блин тормозные диски бьют они стоят сюда миллион блин да это та машина на которой тормоза будут прокачивать протачивать спроси давай это Бентли? да ё-моё надо спрашивать блин, опять не получилось Олег, ну вот что ну ладно это что, Феррари? нет, Олег это Бентли сколько раз тебе повторять? не знаю все никак не могу запомнить ну, Олег мы просто с тобой слишком дешевые мы не того уровня чтобы сидеть своими жопами на этой великолепной коже мы можем сидеть только через пакетик точно, точно, точно ну Ильдар, я верю настанут времена и наши жопы станут тоже элитными да рестанет, нет? справа причем только справа это происходит что это? я не буду так больше делать а, и тогда не важно почему и не важно почему блин, ну это Бентли, Олег это Бентли вот когда мы ездили с Лешей на той старой Бентли которую мы оживляли я ему все пытался донести эту мысль он говорит да нет, это Харыто какой-то та совсем была мертвая на ней прям ехать было стрёмно это Солярис? нет, это Бентли, блин а здесь ну ты же ощущаешь что в чем бы не проехал 6000 пробег это новая машина да, у нее есть косяки да, она кривая косая да, то, сё но это же Бентли ты породу чувствуешь? вот породу прям ну да и хочется так ехать знаешь, неспешно приятно ну типа, кто понял жизнь тот не торопится да, тот ездит на Бентли до скорой встречи до скорой встречи ой-ой-ой-ой ой-ой-ой-ой пахнет антифризом и ой-ой-ой Ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. И снова в помпе B. Да. То есть всё, что мы только что ехали и кайфовали, что она прокачалась, туда-сюда хрена с два ничего не произошло. 121 градус. И что, она сама сейчас меньше станет или надо прям тушить? Сейчас будем тушить. Мне кажется, что у нас сейчас может быть уже выплюнуло лишний антифриз. То есть Вся наша процедура по вакуумации системы сделала только хуже. То есть до этого хотя бы была какая-то циркуляция, сейчас её вообще нет. Мы понятия не имеем. У нас же эта ошибка и здесь пропала. А потом снова появилась. По воздуху в помпе. Не, я не хочу себе бензить. Столько усилий, столько сил потрачено на эту систему охлаждения. А она всё равно опять перегревается и выплёвывает антифриз. Это просто жесть. Это очередное доказательство того, что нельзя обмануть систему. Но если у тебя по мануалу система должна заправляться под давлением, спецоборудованием никаким вакуумом и другими ущищрениями ты этот вопрос не решишь. Очень жаль. Мне так хотелось прокатиться полноценно на этой машине. Но, как вы понимаете, не получится. Короче, у меня даже телефона с тобой нет. Давай посмотрим автотовары, магазины какие-нибудь. Нам нужен антифриз. Его прям жестко выплюнуло. Просто я, блин, без куртки я далеко от машин не пойду. Все, погнали. Кто со мной? Валатск с тобой. Олег, ты ощущаешь, что мы с тобой на высочайшем уровне? Да, да. У нас есть машиносопровождение. Когда ты едешь на Бентле, тебе всегда нужно машиносопровождение для таких случаев. Выплюнул антифриз. Сгоняли, да, и все. Вот такой, типа, ребят, ходите. Прям такой весь на уровне из себя. Да, как в том анекдоте, да? Хорошо быть пожарным, да? Только когда пожар, хоть увольняйся. Так и здесь. Как раз, долгостория, 990. 990? Ты самый дешевый купил? Нет. Ага. Специальный, оригинальный антифриз для Бентли. Так и сказали. Ты спросил, у вас антифриз для Бентли есть? Да, для Континентали я сейчас спросил. Слушай, ну он уходит. Нет ли такого, что нас что-нибудь пробило, и он сейчас реально уходит куда-нибудь не туда? Угу. Да никакого. Он убегает от нас, он убегает от нас. Ой, блин, мы теряем его, мы теряем его. Я думаю, что, блин, нет ли у нас где-то… Нет, не течет, я посмотрел. Не течет, ты прям посмотрел? Да. Кстати, это реально колесо очень… Очень не очень. А оно, кстати, стало еще более очень не очень. Да. Пока мы ехали. Ну да, сейчас выворачивать надо аккуратно. Как же холодно. Да здесь наоборот тепло. Я еще не успел согреться. Так, я печку врубаю на максимум. И тебе… Будем жариться. Лучше жариться, чем кипеть, Олег. Это, знаешь, золотое правило бентлиста. Я согласен, печеный вкуснее, чем вареный. Да. Ну и каково тебе ехать на бентли, Олег? Да замечательно. Почему это звучит как издевка в нашей ситуации? Только когда антифриз кипит, хоть продавай, а так вообще кайф. Слушай, ну у меня девяносто. Сто семь и три, девяносто четыре и шесть на выходе из радиатора и не растет, не падает. То есть как будто бы нормально. Как будто бы стабилизировалось, да. Самое время еще раз нажать на тапку. Нет, спасибо, Олег. Нет. Я могу нажать на тапку только когда мы будем находиться на Остаповском. Вот когда мы будем в ста метрах отервиса, я там могу это сделать. Хорошо. Здесь ни в коем случае. А коробка, кстати, обрати внимание, за все это время претензий к коробке вообще никаких нет. В плане она работает идеально, незаметно просто щелкает передачу. Как будто и не ломалась. Как будто мы вообще не коробкой занимаемся. Давай сделаем вид, что мы успешные люди, Олег. Давай попробуем. Не может успешный человек не смотреть за температурой. Точно, блин. Вот мы сейчас в горку едем, я могу газануть. Мы уже рядом с сервисом, поэтому ничего мне не мешает газануть. Можно, да? Короче, по итогу, как ни странно, когда залили полный антифриза, как будто бы система прокачалась. Но это не так. Знаете почему? Почему? Потрогай бачок. А что бачок? Он холодный. Ну холодный, да. Циркуляция антифриза, нет вообще. А в нем разве должна быть циркуляция? Конечно, бачок. Ты прям хочешь здесь сделать фонтанчик? Я хочу вот чисто вот здесь вот. Смотри, сколько его. Ну да хрена, да, тут согласен. Ну он, скорее всего, в виде пузырей каких-то еще остался. Просто здесь вот до хрена, и сюда он снова попасть больше не может. И я тебе точно говорю, у нас термостат не работает в этой машине. Такой, смотри, курит. Бентли-курильщика. Выглядит именно так. Но честно, и я все такую машину не взял. Вот я вот сейчас еду на этой машине, и понимаю, что нет в ней ничего такого, чем она была бы лучше Туарега. Да, вся эта моргающая цветастая, вся эта срань есть. Но это все фигня. Не это главное в машине. Как ни странно, результаты всего этого, всей этой веселой поездки, стало понимание, что единственная система, к которой нет претензий в этой машине теперь это коробка. Ошибок нет. Переключается идеально вообще. Мягко, четко, все передачи, весь диапазон, все как надо. Так что, наша работа выполнена. А дальше этой Бентли предстоит очень непростая судьба. По сути, вот и все. Мы закончили оживление, больше нам сделать нечего. И да, пусть неудачно, но все-таки прокатились на этой машине. И наконец-то наступает тот самый день, когда мы можем эту Бентли, спустя столько времени и сил отдать обратно. Поэтому, вызываем представителя владельца, Александра. Короче, наконец-то наступило, какое сегодня число, 20 ноября и наконец-то приехал Александр, мы его увидели и он ответит на все наши вопросы. А также, выслушает все наши предъявы. Прежде чем все это начнется, надо, короче, сделать главное. Итак, теоретически, он еще не в курсе, но на самом деле я думаю, он обо всем догадался. Итак, машина ездит своим ходом и вперед и назад. Слава тут шансон слушал какой-то. Ты рад? Конечно. Нет, давать ее надо. Вряд ли у тебя это получится сделать в ближайшее время. Потому что то, что я тебе сейчас дальше буду рассказывать, тебе вряд ли позволит это все сделать. Давай, давай. Блин. Ладно, давай сначала позитивные какие-то моменты. Хотя бы, хотя бы позитивные. Короче, смысл в чем? Та шестеренка, которая болтыкается в коробке, все это фигня. Она только заставила нас снять коробку, залезть в нее, а на деле с ней проблем нет. То есть, как сказать, я не считаю, что это нормально для этой машины болтающая шестерня в коробке. Но, по крайней мере, мы не увидели, что в этом может быть какая-то проблема. И она также осталась болтаться там, ничего не изменилось. Зря снимали. Вот. А вот это главный вопрос. Если бы не эта шестеренка, возможно, мы бы не полезли в коробку. И не нашли бы проблему. Проблема, как мы предполагаем. Объясню ситуацию. Мы сняли коробку, разобрали ее. Конкретного места, где вот прям вот здесь вот все плохо, мы его не нашли. Угу. Но. Мы нашли парочку подозрительных мест. Одно из них очень важное. Там есть маслонасос. Маслонасос шиберный, как на Гури. И в этом маслонасосе есть один клапан сбоку, который регулирует его производительность. Мы его разобрали, почистили, собрали. И мы предполагаем, что дело в этом. Либо, возможно, вторая причина. Это где-то в коробке, в гидроблоке была какая-то грязь, и когда мы открыли, все это помыли, почистили, эта грязь вымылась. А можно я свое мнение выскажу? Давай, Слава, выскажи свое мнение, я эту куртку сниму. Я предполагаю, что проблема была как раз в этом насосе, потому что адаптацию она не проходила, как раз когда повышались обороты, и производительность насоса менялась. И она в этот момент сразу облубалась, эта адаптация. Теперь по плохим новостям. Есть проблемы с системой охлаждения. Огромные проблемы с системой охлаждения. У нас две потенциальных возможных причины. Первая, система завоздушена, и система не прокачивается. То есть, сколько мы не гоняли, мы несколько раз пытались это сделать по-всякому, даже морду ее сделать, что только не делали, она не развоздушивается. Вторая возможная причина, почему это происходит, это термостат. Есть подозрение на термостат. Позно открывается? Вообще не работает. Примерно два часа я рассказывал Александру обо всем, что мы сделали с этой машиной, что нашли и что еще ему предстоит с этой Бентли делать. Но все это время в голове у меня крутился самый главный вопрос. И вот наконец я решил его задать. Который, кстати, как я понял из комментариев, крутился не только у меня, а еще у многих из вас. Да. Короче, в принципе все. Давай, можно сказать спасибо большое Олегу, за то, что он потратил 17 дней своего времени. Всем вам, на самом деле. Нам пофиг, мне пофиг. Я Олегу отдельное. Славе лично он снимал мотор и коробку на этой машине, разбирал их. Слава, красава. Спасибо, Слава, тебе огромное. Спасибо. И ты больше его не ненавидишь, да, Слава? Так легко тебя купить. Да нет, ты мне хоть объяснишь, что я, задумает такой оказывается. Да, вот сейчас расскажу. Сколько бабла ты возьмешь? Я сейчас вот не объявлял сумму. Не объявлял, ладно. Сколько бабла ты возьмешь за это? Не знаю. Прям надо цифру сказать. Да, вот скажи, мне интересно, сколько ты, ты возьмешь у владельца за это? Исходя из того, что я два месяца с ней ковырялся, ну на всякие расходники только. Не-не-не, я говорю именно себе, чистыми, без этого. А как это посчитать? Я не знаю, вот сколько дал, сколько дал. Хорошо, сколько, сколько? Да я не знаю, правда. Ну сколько? Я с таким вот не сталкивался. Хорошо, за нашу работу сколько ты с него возьмешь денег? За вашу работу? Я вообще ничего не должен брать. Почему я с него должен что-то брать? Мы у тебя денег не берем. И я у него за это заработаю денег. Вот, это работа бесплатная, надо понимать. Но запчасти надо будет оплатить. Запчасти, да, это он все мне подтвердил, он оплатит все. Ну вот, если я тебе сейчас сказал бы, за эту работу я хочу 500 тысяч, ты владельцу сказал 700, 200 в карман бы получил, правильно? Нет, нет. Знаешь, как у меня переписка себе приходит? То, что ты присылаешь, я скриню, отправляю ему. Странный ты человек. Да нет, я тебе серьезно говорю, я не какой-то злостный там человек, который пытается на всем подряд навариться, но нет. Если я чувствую, какая-то вот идет жареная пахнет, то я… Сливаешься. Нет. Да какой, вот как ты с этим сольешься-то, объясни. Если бы я знал, я знал, что она от страховой компании была куплена, и, ну, самое простое решение было сказать, ты купил, ты разбирайся дальше, я как бы, я ж не знаю, и слиться. Я-то вписался в это дело. Зачем? Да я ж не знал, что там такая история-то, острых ощущений, видимо, не хватает. Да, острых ощущений не хватает, реально. Вот, поэтому… Все, ладно, любви, здоровья, счастья, удачи. Спасибо тебе. Дальше тебе, вот тебе удача с этой машиной очень понадобится, потому что, мне кажется, что после этого, после того, как ты ее отдашь, она будет сыпаться бесконечно, она тебе будет звонить каждый день. И говорит, слушай, у меня вот эта система отвалилась, вот эта отвалилась. Все может быть. Нам больше не звони, пожалуйста. Вот такое получилось оживление мертвеца. Это одно из самых сложных и долгих оживлений у нас на канале. 17 дней по итогу было потрачено нами на этот автомобиль. И так, к сожалению, мы не смогли довести ее до идеала, разобраться с 74-м блоком, с блоком адаптивного круиза и с системой охлаждения. Но, тем не менее, цель, которую перед нами поставил Александр, мы выполнили. А именно, машина ездит. После этого уже у меня появилась информация о том, что буквально через неделю с системой охлаждения на этой машине разобрались. И они разобрались очень просто. Они поменяли помпу и термостат. И оказывается, не нужно никакой оборудования, для того, чтобы заправлять антифриз в эту тачку. Они просто залили антифриз и система сама прокачалась. То есть, проблема, как я и предполагал, была скорее всего в термостате. А может и в помпе. Но сейчас мы этого уже не узнаем. Главное, что с того момента и по сей день эта машина ездит. Ездит где-то в регионе, там в Перми или в Тюмени. Поэтому, возможно, те, кто живет там, вы можете прямо из окна выглянуть и увидеть эту машину перед собой, которая вдруг внезапно год назад у вас появилась. И да, это та самая Бентли. Она ездит у того самого владельца. Она не была перепродана и чувствует себя великолепно. А на этом все. Как-то так. Всем пока. Любите свои Бентли? Да, да. А лучше девятку покупайте, там точно нет этих проблем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!